С нашими студентами завоевал сердца не только жюри Best of Russia, но и наша Саша, и это же в риф он говорил. И вот его автор Сергей Мардинов у нас в гостях прямо сейчас. Доброе утро, Сергей. Доброе утро, доброе. Ну что, как случился кадр? Случайно мим проходил или пригласили специально, позировали или это спонтанно было? Нет, там проходил флешмоб в честь юбилея консерватории, на который меня позвали как фотографа для одного из журналов глянцевых. Сделать там простой репортаж и просто заметил вполне себе фотогеничную сцену, сфотографировал, выиграл. И решил рабочие снимки использовать, так сказать. Отправить на конкурс, да? Ну на самом деле да, это редкий случай был, когда уже в процессе съемки кадра я в принципе понимал, что это можно куда-нибудь отправить, потому что обычно этот процесс мучительный, учитывая, что я специально для себя ничего не снимаю, только по работе, поэтому находить какой-то снимок там достойный конкурсов, это каждый раз... Вот получается четвертый раз уже вы участвуете и выигрываете в Бест оф Раша, и получается, что каждый из этих снимков из четырех был для работы, не для души, так скажем. Да, да, все верно. То есть никакой импровизации получается. Абсолютно. Ну как, нет, это импровизация внутри работы, да, то есть там могло быть так, что кадр не совсем форматный, допустим, для репортажа, да, но это сделано все равно в процессе рабочей съемки. Ну я имею в виду, что нет, не так, чтобы взяли фотоаппарат, пошли по улице гулять, пойду-ка я по фотографии. К сожалению, когда это становится работой, ну по крайней мере у меня, да, в таком большом количестве, уже нет большого желания брать с собой фотоаппарат и что-то снимать для себя, хочется от него отдохнуть. Ну вот раз мы говорим о работе, вы документалист или есть в вашей работе все-таки что-то художественное, например, там, свадьбы, корпоративы. Ну, корпоративы, наверное, сложно художественным назвать, но они есть. А свадьбы я, в принципе, принципиально не снимаю, просто не мое. То есть у меня в основном идет репортажная съемка. Это заработок. Разные мероприятия. Ну да, то есть это по большей части заработок, тем более, что работаю я в основном с бизнесом, то есть с компаниями отличными и так далее. То есть все, что касается там постановочных съемок, фотосессии, свадьбы, это все не ко мне. Вам хватает на жизнь, да, вы, так сказать... Пока хватает, буду заниматься тем, что нравится, да. Это основная профессия. Да. Как вы в нее пришли? Какова была история? Может, были какие-то желания стать сначала кем-то другим? Нет, когда я был маленьким, я хотел стать футбольным комментатором, конечно, да, но как-то не сложилось. Практически мечта осуществилась. Почему? А, ну да, сижу в научном... Уважаемые любители спорта! И так начинаем. Да, вот. А на самом деле все начиналось довольно прозаично. Я, будучи студентом факультета подкладной математики в МГТУ, да, подрабатывал, грубо говоря, занимался продажами фототехники в магазинах, вот. Ну и параллельно как-то для себя увлекся, начал снимать там пейзажи с высоты, ездить по каким-то заброшенным лагерям, больницам, прочим таким объектам. И это тоже нравится. Вот, это было интересно и круто, и постепенно меня там раз попросили, у тебя же есть камера, поснимай там выпускной моей сестры. Там два попросили, потом я сам постучался в одно, там только появившиеся СМИ. Потом попросили 500 рублей, да? Ну, как-то да, как-то. И постепенно так получилось, что продавая технику, я в ней очень хорошо разбирался именно там физически, как это все работает. А это наверняка важно. Это на самом деле очень важно, и этому, насколько я могу судить, не очень учат фотошколы, да, но это отдельный разговор. Именно вот, как это механически работает, какие принципы работают. Не просто там возьмите Никон или там Кэнон, да? Да, 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 а суть именно, принцип понимания. Наверное, поэтому я все чаще встречаю фотографов, которые физики, вот математики по образованию, потому что все у них с техники начинается, и в этом, наверное, секрет успеха, да? В том числе. Мне кажется, что это очень сильно немаловажно, то есть это, возможно, даже важнее, чем там уметь в фотошопе, что называется, что-то делать. Потому что, если ты понимаешь принцип работы чего-либо, тебе гораздо проще уже, ну, в данном случае, сфотографировать что угодно. В общем, начиная заниматься фотографией, сначала прочитайте вот эту толстую книжечку руководства по фотоаппарату. Это как на картинге, чтобы заниматься, да, чтобы, ну, вот, кружок детский, да, сначала они собирают этот картинг, понимаешь, там, и разбирают. Ну, это правильно, на самом деле. Да. Так же и с камерой. То есть я, когда меня спрашиваю, там, ой, а что делать, как начать? Я говорю, возьмите камеру, понажимайте все кнопки, да, попробуйте там так снять, так снять на этих настройках. Можно же такие настройки там поднастраивать, чтобы потом не вернешь назад. Зато, поняв, собственно, разницу в результате между этими настройками, ты, собственно, поймешь, что ты вообще делаешь. Вот. А если за тебя в студии выставили весь свет, сказали нажми кнопку, вот сейчас девочка улыбнется, то, в общем-то, оказавшись в других условиях, ты уже ничего не сможешь, скорее всего. Ну что, мы тут рассказываем грустную историю фотографа Сергея Мардвинова, который не может фотографировать для себя часто так, как хотелось бы, а все только для работы, для работы. Но зато с такой любовью он делает эту работу, что уже в четвертый раз его снимок побеждает Best of Russia, с чем мы его и поздравляем. Сегодня снимок с поющими студентами, можно его увидеть в нашей группе Radio 54 ВКонтакте. Извините, что стыбрили. Все, заслужу. Вот. И выяснили, что начиналось все с продажи фототехники. На самом деле, важнее всего разбираться в ней. И хотелось мне спросить, вот те снимки, которые были в самом начале, Сергей рассказал, как он ездил по забровушкам, как он пытался какие-то первые навыки свои прокачать. И те снимки, которые сейчас для работы и даже для конкурсов, насколько они сильно, не сильно различаются, насколько выросло это мастерство, кстати, за сколько лет? Ну, если я работаю уже лет шесть, то получается, это работает, я деньги зарабатываю. Еще года два до этого для себя снимал. То есть лет восемь. Примерно за восемь лет, как оно выросло, не выросло мастерство. Есть ли среди тех первых снимков те, которыми даже сейчас, будучи уже мастером, можно гордиться? Ну, можно начать с того, что я все-таки тогда снимал немножко другие вещи, соответственно, сравнивать, наверное, не совсем корректно, да, но... Мы любители, нам нормально сравнивать. То, что я снимал тогда, понятное дело, сейчас больше опыта, да, больше практики, дороже техника, там, в разы и так далее, поэтому, конечно, качество снимков лучше, но есть, да, есть вещи... С точки зрения ракурса. С точки зрения ракурса, с точки зрения того, нравится, не нравится, конечно, есть вещи, которые я до сих пор показываю, там, из 2011 года, что называется, какие-нибудь кадры, которые мне сейчас... И это вот те самые заброшки или это какие-то портреты, какие-то пейзажи? Это что-то из заброшек, потому что, ну, как бы, атмосфера, вот, она никуда не денется, да, там, там даже, скорее, сам, ну, сама местность интереснее, чем... Ну, там привидения есть, понимаешь, а вот там, где идти поют студенты, там никого нет, ну, только студенты. Только студенты, чем-нибудь. Вот, где-то, да, где-то просто какой-то пейзаж с крыши, да, то есть, ночной город, это все равно красиво, это до сих пор нравится. Я бы, наверное, будь у меня побольше времени, сейчас бы с удовольствием опять побегал по этим крышам, поснимал бы эти пейзажи, вот, ну, пока... Последнее, что снимал для себя, Сергей рассказал, было... Умное затмение, которое, вот, месяц-два назад было, да. Это, собственно, последний раз, когда я брал камеру, там, больше, чем на пять минут для себя, не по работе. Ну, наверное, все равно это доставляет такое удовольствие, а не такое, как рабочее. Ну, это да, это все, тем более нестандартное достаточно событие, да, как бы было желание как-то попробовать это снять, тем более я не астроном-любитель, да, то есть, такой экспириенс. Какие еще есть награды, кроме Best of Rush, которыми прям хочется похвастаться, есть сейчас возможность? На самом деле, у меня особо наград таких больших и нет, потому что я не особо участвую в этих конкурсах. То есть, мне конкретно интересен был именно проект Best of Rush, как своей концепцией, где все-таки не, там, не те конкурсы, где, ой, мы такие художники, мы хотим вот выиграть, мы специально будем что-то снимать, а это все-таки проект, такой, показывающий срез жизни общества, да, срез того, чем, собственно, живет и как выглядит Россия за год. Ну, то есть, это как раз по вашей части непостановочная фото? Это как раз по моей части, да, именно вот эта репортажка, и причем там реально ты каждый год приходишь и реально каждый год видишь, что изменилось в твоей стране, в общем-то говоря, и что в ней произошло. Поэтому, естественно, приятно вот в этот срез четыре года подряд попадать. Что главное в фотографии? Как для фотографа с восьмилетным стажем? Фотографии или фотографии, чтобы с ней... Фотографии! Сложный философский вопрос. Ну, конечно. Ну, мне, опять же, как человеку, занимающийся репортажкой, да, мне нравится, чтобы фотография была уникальной, что ли, да, чтобы ты смотришь на нее, так, окей, вот такого я еще не видел. Ну и как? Часто получается добиться вот этого эффекта? Если ты корпоратив снимаешь, не очень. Ну, я же вам отлично спрашиваю. Просто делаешь снимок черно-белым и все, он уже по-другому смотрится. Про черно-белый, на самом деле, если ты видишь черно-белые фотографии с какого-то мероприятия, значит, процентов 90 вероятно, что просто был свет плохой, снял плохо и так далее. Черно-белый, он гасит все недостатки очень легко, поэтому... И смотрится сразу, как, типа, какая-то авторская работа такая, да? Сразу, да, сразу ты художник, да. Вот, да, я в этом году вывел черно-белые фотографии. Вот, вот, вот. Ну, а вообще, как относитесь к Сергею к черно-белым снимкам? Да, на самом деле, хорошо, просто оно должно быть оправданно. На самом деле, вот, позапрошлом году, когда я тоже выигрывал, у меня был черно-белый снимок. И ко мне подходил куратор выставки, такой, ой, Сергей, а вот такой классный снимок, ой, черно-белый, ой, вот такой художник-художник. А я про себя сижу и думаю, господи, он черно-белый только потому, что свет бил в камеру, в цвете это выглядит просто отвратительно. Поэтому сделал там черно-белый, полчаса вытягивал, ну, вот, ну. А как к телефонной фотографии относитесь? Хорошо. Можно сделать качественные? Абсолютно, абсолютно. На самом деле, у меня масса знакомых, которые на телефон делают такие вещи, да и у меня, на самом деле, вот в этом году, я абсолютно, там, не знал, что послать, там, на тот же конкурс. Я понимаю, что, там, за год сделанных фотографий, меня реально любимые, это, там, две фото из Инстаграма, сделанные, там, на ходу из машины, вот, ну, серьезно. Мне кажется, ну, должна быть какая-то отдельная выставка, типа, Best of Russia, Telephoto. А, кстати, бывает фотографии Инстафото, я даже, кстати, как-то раз одну из такой выигрывал, сейчас даже вспомнил. А есть такие выставки, да? Инстаграмы, которые сделаны с телефона. Да, 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 в разных рубриках. На самом деле, это правильно, потому что телефон есть у всех, да, руки есть у всех. И телефон сейчас снимает... Расширяет аудиторию, объединяет людей. Да, конечно, конечно. О чем мечтает фотограф? О какой-то крутой технике, или все-таки побывать в каком-то крутом месте, или какое-то уникальное событие заснять, вот что для вас мечта фотографа? Ну, вот, конкретно у меня, да, как у человека, мечтающего быть футбольным комментатором, конечно, такая локальная мечта на Чемпионате Мира поснимать по футболу. Вот, но в целом, да, мне как репортажнику скорее интересно именно побывать. Хотите спортивное событие? Это же тоже своя сложность, там же особое разнообразие, это мало. Это же надо поймать футболисты. Они все время бегают просто и все. Зато какие снимки вот эти, да? Ну да, нет, это... Даже сейчас рожек, если кто не видит это. Это динамика все-таки, да, это сочетание просто моих личных интересов, да, и профессиональных. Ну, а так, конечно, поездить, поснимать, и чтоб тебе за это заплатили, это было бы круто. Ну, и напоследок совет новичкам, тем, кто только-только берет в руки камеру. Взяли камеру, пробуйте, ходите по улице, снимайте все подряд, нажимайте все кнопки, тогда все получится. Ну и разберите ее, да, наверное. И разберите. Или как минимум почитайте. Да, почитайте. Спасибо. Фотограф Сергей Мардинов был у нас в гостях, и он принес нам, как все наши гости, забавную историю из жизни фотографа. Ну, надеюсь, что она будет забавная, да. Опять же, случай из работы был, относительно недавно приезжала в кинотеатр «Победа», для которого я снимаю, режиссер Анна Меликян. И сотрудники кинотеатра взяли одну сцену из ее фильма, в которой была такая большая надувная рыба. Они нашли точно такую же рыбу, она была с моторчиком на радиоуправлении, и запустили ее в зал. Вот, и прямо в процессе, собственно, мероприятия, когда все радовались, ой, какая рыба, мы же ее только что на экране видели, у нее этот моторчик отказал, и рыба торжественно улетела под потолок кинотеатра, который, как вы понимаете, высотой совсем не два с половиной метра. В итоге фотограф на время превратился в рыбака надувных рыб, бегал по залу, отлавливал ее, в итоге мы ее поймали с горем пополам. Прыгали, он натурально прыгал по лестницам, по сидушкам и так далее. Поднялся уже на самый верх, мы ее как-то там всеми правдами и неправдами подталкивали. Вот, поймали, отнесли режиссеру, она его взяла, уже хотела с ней сфотографироваться. И тут он каким-то образом, эта рыба выскальзывает у нее из рук, и снова улетает под потолок. И вот этот момент нужно было бы заснять. И все заново. И тут мы пошли за ружьем. Да, мы, что я, что режиссер, решили, что такой странной съемки у нас еще не было. Вот так, будучи фотографом, будьте готовы к тому, что придется побыть разнорабочим иногда. Спасибо большое. Спасибо, Сергей. Сергей Мордвир. Я хоть правильно фамилию-то произношу, а то, может, ударение не туда? Все правильно. Слава Богу. Об этом обычно перед интервью спрашивают настоящие журналисты. Спасибо. Спасибо.